Приветствую вас. Знаете, мне видится история ваша и, что важнее, акцент на ней несколько не на том, не в том ключе, который мог бы привести вас к чему-то конкретному, да? Потому что что в голове у вашего, например, мужчины понять не представляется возможным, в силу того, что это просто другой человек и неизвестно, как он мыслит, неизвестно, что он думает и так далее. Да? Вот. Поэтому здесь вы, на мой взгляд, не в том немножечко направлении двигаетесь, а обратите внимание вот на то, что вы замужем и что от своего начальника хотите внимание ласковых слов. Вот. То есть обратите внимание на то, что вы в своем браке не удовлетворены. Обратите внимание на то, что вы в браке не счастливы, судя по тому, что вы пишете. И выходом для вас из этого является именно любовник, по сути. По сути, любовник, то есть по сути, вы вверяете в себя человеку, который имеет весьма ограниченную ответственность по отношению к вам. По факту. И вы говорите, что у вас был стресс из-за того, что появилось охлаждение от начальника. Со стороны начальника. Но во всей этой ситуации как будто бы забывается главное, что у вас еще есть муж, с которым у вас, по идее, тоже есть отношения. И почему-то об этом вы ничего не говорите. Ведь совершенно очевидно, я надеюсь, вы не будете спорить с тем, что если вы, допустим, влюбились в своего начальника, то это означает, что к мужу у вас особых чувств нет. Или там, если вам нужно внимание от другого мужчины, то, соответственно, с мужем вам этого не хватает. И вот вопрос в том, как вы устраиваете отношения. Как вы устраиваете отношения так, что это происходит. Как вы устраиваете отношения так, что не решая, не решая своих семейных проблем, которые у вас очевидно имеются, да, не решая, не решая семейных проблем. Вы впутываетесь во все новые проблемы теперь уже с другим мужчиной, с любовником. Итак, вы пишете, на работе служебный роман закончился, закончился. Руководителем был пять месяцев, закончился по его инициативе неожиданно. Ну, соответственно, по опыту могу сказать, что неожиданное окончание романов, это очень большая редкость, как правило, все вытекает одно из другого. То есть, ну, все это можно при желании предугадать и предвидеть. Вот. Действия людей достаточно, ну, нелегко, нелегко, конечно, прямо. Но можно, можно вычислить, можно вычислить, когда вот... что-то к чему-то идет, образно говоря. И то, что для вас это стало неожиданностью, я понимаю, но, возможно, это свидетельствует только о том, что вы не совсем отдаете себе... либо отдаете, либо отдавали себе отсчет в том, что между вами происходит. И что вашему, например, мужчине, вот, руководителю, действительно важно. На самом деле, что ему важно. Что для него важно. То есть, я не хочу сказать, что вы его прямо вот не чувствовали, да, не хочу этого сказать. Но то, что это неожиданно произошло для вас, говорит о том, что чего-то вы о нем не знали. Чего-то вы не знали о своем мужчине, хотя с ним пять месяцев встречи встречались. Вот. Ну, справедливости ради надо сказать, что за пять месяцев человека вы могли и не узнать. Что, как бы, тоже вполне себе адекватно. Что тоже вполне себе нормально. Так, значит, я уличил... Перед НГ поссорились крепко. Я уличил его во лжи. И потом помирились. Так, ну... Здесь непонятно. Да? То есть, поссорились... Что значит, поссорились? А это вы с человеком поссорились, получается? То есть, да, вы уличили его во лжи, но, во-первых, зачем вам его... Вообще... Зачем вам вообще было уличать его во лжи? Это первое. Второе. Если уличили, то почему выбрали именно поссориться с ним в качестве... Ну... Не знаю... В качестве... Ммм... Способа, так сказать, выяснения отношений. Вот. Это тоже очень... Важная такая история. Важный такой момент. И... Когда вы помирились... То, опять же... Что вы вкладываете в это... Ну, в это... Понятие. Помирились. То есть... Понимаете ли вы, например... Эээ... Что были в чем-то неправы? Поняли ли мужчина, что он был в чем-то неправ? Эээ... Приняли ли вы... Какие-то решения... Ну... Совместные... Эээ... 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 Значит... Эээ... Эээ... Ну, которые вот... Эээ... Эээ... Собственно... Эээ... Эээ... И... Эээ... И делают примирение. Примирение. Да. Эээ... Эээ... Дальше. Ээээ... Пожелали... Искреннное счастье... Друг другу. И всякие приятные... Слова, что в этом году будем более близкими людьми. Эээ... Как это... Может быть... В forme того, что и у него... И... И... И у вас... Эээ... Эээ... Ээ... Эээ... 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 Ээээ... Ээээ... Ну, и это, честно, для меня загадка. То есть, как можно быть более близкими людьми, да, непонятно. Ну, то есть, если вы любовники, если у вас есть семья, то у близости всегда будут определенные границы. Вот, потому что я так понял, что мужчина не хочет как-то афицировать ваши отношения. Так, на празднике несколько раз пообщались слуха, говорит, проблемы с семьей, но я чувствую, что это относится ко мне. А вот вы говорите, что вы чувствуете, что это относится к вам. А на каких основаниях, что именно вы чувствуете, что именно вы ощущаете? Пока мне видится так, что вы достаточно, знаете, вот негативно восприняли то, что человек холодно с вами общался, слухо. И вы это восприняли негативно и считаете, что это из-за вас. То есть, вот так, ну, так вот мне видится эта ситуация. То есть, какие у вас, грубо говоря, основания, да, человеку не верить? Какие основания не верить тому, что он говорит? Или вы считаете, что у него не может быть проблем в семье? С чем это связано, если вы, ну, если вы действительно так считаете? У этого тоже, наверное, есть какие-то основания. Основания надо так полагать, да? Вот, это важно. Очень. Так, дальше вышли на работу, я вижу холод с его стороны. Так, как вы это восприняли? В чем проявляется холод? Задала вопрос, что мы прекращаем общение. Ну, опять же, почему именно такой вопрос вами выбрать? То есть, у него холод, да, но, может быть, ему нужна поддержка сейчас, раз у него проблемы в семье. Может быть, сейчас ему как раз таки нужно, чтобы вы были рядом. А вы, такое впечатление, что опять начинается вы снять отношения. И я не говорю, что вы плохая, что так вы делаете себя. Нет. Я хочу сказать, что за этим, за таким поведением, скрываются какие-то ваши желания, ваши потребности. Вот, например, то, что вы говорите, что вам нужны теплые слова от него и внимание. Возможно, дело в этом. Дело в том, что вы в этом нуждаетесь. И здесь, опять же, стоит вопрос, который очень, очень важно отлучить. Как появилась эта потребность во внимании, в ласковых словах и так далее. С чем она связана? Как вы ее воспринимаете, эту потребность? Вот. Дальше. Так, он ответил приличной встрече, которая до сих пор не состоялась. Ну, тут есть некоторые моменты, например, такое, что он вас на встречу вроде как приглашал, но вы сами отказались, потому что почему-то посчитали ее, эту встречу унизительной для себя. Хотя, я бы не сказал, что что-то указывало на то, что эта встреча будет для вас унизительной. Кроме того, еще нужно понять, что именно для вас унизительной. То есть, что именно вы считаете унизительным для себя и почему. А вот, ссору, например, вы унизительным не считаете унизительной для себя? Если нет, то опять же, по какой причине? Так, то есть, я вас не обвиняю, просто необходимо понимать градации того, что вы считаете унизительным. Потому что, любое выяснение отношений, в некоторой степени, есть унижение, но это приемлемое унижение, если вы, даже не ее унижение, а цена, это цена выяснения отношений с человеком, который вам дорог. А унижение человек может чувствовать только сам. То есть, вас не может что-то или кто-то унизить. Вы можете унизить себя только сами. Если считаете, опять же, что-либо унизительным. А вот что вы считаете унизительным и почему, и какие чувства это вас вызывает, нужно разбирать. Дальше. Для меня это был ужасный стресс. В чем? Я не ожидал такого редкого поведения с его стороны. А чего вы ожидали? Какие желания лежат в основе ваших ожиданий? Мне казалось, что схожи с ума, настолько это было больно. Больно не переследовать, потому что это очень важно, что вам больно. Все стоит за болью. Я сама к этой мысли подходила, что надо прекращать нездоровые отношения. А в чем эти отношения нездоровые? Он хотел сказать причину, поставить точку у себя в кабинете, на что я ответил, что не прерыву на этот унизительный разговор. То есть, он хотел с вами расстаться или что? Я не очень здесь понимаю. А как это связано с тем, что он сказал, что при личной встрече? Это ваши домыслы, что он хотел сказать причину и поставить точку. Почему для вас поставить точку означает унижение? Потому что не состоялась личная встреча, потому что вы отказались. Так, ну и написала все, что думаю об отношении ко мне. На что он ответил, что видимо виноват, что не дал мне то, что я хочу, что хочу я. То есть, вы вызвали у человека чувство вины и приложили на него ответственность за то, что хотите сами. Так, это были элементарные вещи, внимание, забота, ласковые слова и все. Ну, для вас это может быть элементарной вещью, но от нужно, вы почему-то это не получаете. И у каждого человека есть свой ресурс, в соответствии с которым он может дать то, что вам нужно. Другое дело, готовы ли вы принимать то, что может дать другой человек. Я ничего не требовала, ни подарков, ничего, просто ждала, от чего вы ждали. Я действительно потеряла голову, это была какая-то одержимость. Ну, соответственно, что это, соответственно, очевидно, что это некая компенсация за то, что вы не получаете в своем браке. Так, неделю, это и неделю, его не трогаю никак, зато он начал вызывать пациента на совещание, загустят работы, переводят меня из одного отдела к другой, поближе к себе через стенку, я просто в шоке. Ну, человек просто не хочет вас терять, может быть, боится, что вы начнете с кем-то еще встречаться и так далее. И надо сказать, что состояние шока, которое вы испытываете, это очень удобное состояние, потому что в нем вы можете не брать ту же ответственность за себя, за свои решения, за свои поступки. То есть это шоковое состояние в некоторой степени, к сожалению, вам удобно. Я вас, опять же, не обвиняю, да, я просто хочу сказать, сказать, что состояние шока, которое вы испытываете, оно вписывается в вашу модель поведения, потому что вот вы говорите, что хотите внимание, саботы, ласковых слов, да, при том, что с точки зрения профессиональной психотерапии, это скорее недостаток вашей самооценки и некая неудовлетворенность, непринятие самой себя из моих чувств, вот. Но за это вы перекладываете ответственность на другого, ну, на других людей, на других людей, вот. И состояние шока, здесь, оно вписывается в это, вписывается в этот, ну, в этот план взаимодействия с мужчин, с людьми и даже, возможно, с собой, с самой собой. Дальше. Хотя в декабре случилось так, что коллеги начали замечать, что я влюблена, я тоже скрывался. То есть, видите, да, еще и стыд. Ах, как в этих условиях вы хотели быть ближе, не очень понятно. Глаза-то не обманешь, и у меня с ним вышел договор, чтобы никому не компрометировать его, я буду искать новую работу. Наталья, ну, на мой взгляд, вы здесь, опять же, как-то вот не четко выражаете именно свое ответственность. То есть, что значит, что у меня с ним вышел разговор? Вы либо считаете, что вот так нужно было поступать, по той или иной причине, либо нет. А то есть, у меня с ним вышел разговор, но это вроде как и, вроде как я и хочу, да, чего-то вроде как. В то же время я не уверена. Вроде бы я думаю что-то, ну, просто вот что-то думаю. И в то же время, в то же время не уверена. То есть, в какой-то вот такой четкой позиции, четкой позиции, нет, у вас, в чем, собственно, и суть проблемы. Проблемы, что вы не отвечаете, вы не отвечаете за себя. За себя саму. За свои решения. Не отвечаете. Дальше, значит, он попрыгнул со стула, скажет, что это неправильно, тем более, все узнают, что у меня был роман со мной. Ну, вот это он уходит с вас, у держак, когда рядом с собой, потому что вы ему нужны. Это очевидно. Предварительно скажу, мы оба женаты, ему 52 года, взрослые дети, я тоже замуж. Зачем мне не меня переводить к себе, чтобы удержать. Это все умеешь? Вряд ли. Если бы в декабре все было отлично, отношения его устраивались полностью, я скажу, с его слов как раз меня не устраивали. А чем вас не устраивали отношения? Что у вас происходит в семье? Собраетесь ли вы как-то решать вопрос, проблемы в вашей семье? Я успокоился немного за месяц, теперь у него новая идея, что была рядом, как собака на сцене. Ну, все мужчины собственники, ваши, судя по всему, не исключение. Если бы в этот разговор не пойду, то, о котором я хотел сказать лично, почему не пойдете? Как тогда решить проблему вашу? Видимо, передумал. Передумал в чем. Не очень понятно, что вы имеете в виду. Поведение его мне непонятно. Понимаете, Наталья, нам его поведение тоже непонятно. Тем более, что это третье лицо, как сказал мой коллега. Справедливо. Я думаю, что вопрос, который нужно решать, это вопрос того, чего хотите вы. Вопрос того, что нужно вам. Вопрос того, что не устраивает вас. Вот это очень важная история, на мой взгляд. Вопрос того, что вы пытаетесь понять другого человека, хотя он сам может быть, тем более, себя не понимает. То есть, мужчина просто может себя не понимать. Он может просто не отдавать себе отчет в том, что им руководит. И вы вверяете себя в зависимость от него. Тем самым, вряд ли вы... делаете шаг навстречу стабильности. Значит, что мне видится здесь? Во-первых, мне видится необходимость понимания того, что для вас значит мужчина. Вот текущий руководитель. Да? Что вы к нему конкретно чувствуете? Вот именно конкретно. Что, как вы чувствуете к нему и так далее. Вот. Это важно. Далее. Далее. Разбор отношений к семье, анализ отношений к семье. И создание некой определенности в том, что сейчас там происходит. В семье, я имею ввиду, в вашей. Вот. И, соответственно, принятие личной ответственности за то, что происходит. Вот. А, возможно, работа с самооценкой, вероятно. Вероятно. И так далее. Вот. То есть, вот так мне видится такой план. Мне видится. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания.